Музыка Наша задача на эти два дня, чтобы у вас стало больше денег, поэтому я как-то постараюсь в этом вам содействовать Сейчас цифру вы никому не покажете, можете честно писать Значит, несколько цифр, мы такой математикой займемся Первая цифра, сколько я сейчас занапатываю В среднем за месяц, исходя из полгода, если у вас есть какой-то перепад Напишите цифру моего сегодняшнего дохода Сколько я мог бы зарабатывать? Мог бы или хотел? Мог бы, не хотел бы, мог бы То есть, это возможно Вот кто-то так зарабатывает, я когда-то так зарабатывал Вот если бы что-то я делал по-другому или что-то, то я мог бы на этом самом месте зарабатывать столько Вот напишите, сколько я мог бы зарабатывать Теперь вычтите из первой вторую Как? Это значит... А, с ознакомлением? Ой, нет-нет-нет Из второй первую же Из второй, из большей, ну, надеюсь, из большей А я думаю, как это может быть знакомлением, когда я имею в виду из большей Отрицательная какая-то прогресс Вы, да, получился? Вот, все, айюте, выкликните, давайте, я хочу услышать Вот, сколько там потенциалов в голове сидит Вопрос, следующий вопрос Что я должен сделать? Сразу два вопроса задам, чтобы быстрее Что я должен сделать? И что мне мешает? Почему сегодня я не зарабатываю вот эти деньги? Ну, главное, почему не зарабатываю сегодня? Главный вопрос вот этот, конечно, пока что А на второй вопрос мы будем отвечать весь наш тренер Вы должны определить для себя лично, что мне мешает? Вот я, у меня начинается месяц В прошлом месяце я заработал, ну, не знаю, 50 тысяч Я понимаю, что мог бы заработать 70 Но по какой-то причине я не заработал Сейчас я сижу и думаю, что же я не доделал в прошлом месяце, чтобы заработать 70 Опаздывают кто по жизни? Тормоза А промахиваются кто? Косые Понимаете? То есть, если ты опоздал Ну, вот сейчас я буду какие-нибудь задания давать, а вы там последние То это не потому, что так сложилось Ты тормоз Не, ну, а что? Реально, если ты что-то не понял, тебе сказали Ты кто? Ты тупой Это не шутка То есть, реально, вот если Если ты вот, тебе говорят, ну, дня-то Пятеро понял, а ты не понял, то ты кто? Это не то, что спикер, ну, тупой А ты тупой Хорошо Так Ну, давайте так Видите, лень Сейчас надо и проленить пару слов Что-то здесь не то Лень, энергии нет Хорошо, значит, вот та сумма денег, которую, возможно, вы смогли бы зарабатывать Помножьте ее на 12 месяцев Пусть будет что-то вот Ну, вот Более Еще более Ощутимо Продолжаем рисовать цель свою Ну, пусть, пусть мечта Такая, как бы, потребительская финансовая мечта Но, нарисуем Сколько это денег Вот в течение года вы могли бы При грамотном вложении своих сил Поискать слабости, устранения их Дополучить Если бы вот Вот Если бы Кто-то вам помог Ответ Зачем вам это нужно? Вот Вот особенно Про тех, кого лень Вот оно Зачем вам вот эти деньги нужны? Вот вы там Кто-то 6, да На 12 Получается 6-70 тысяч Что-то месяц В год получит лишнее Кто-то хочет на 10 Или на 20 Тысячу увеличить доход Там 250 Вот Оно зачем? Вот Что именно Вы сможете поменять в своей жизни Если вы достигнете Этой финансовой цели Напишите Вот Чтобы Может быть Кто-то машину купит Кто-то переедет Другое место жить Кто-то Что что-то сделает Вот Что Зачем? Кто-то поедет Дошмет Или наоборот Кто-то инвестирует Как-то начнет Вот оно Зачем? Зачем нам нужно будет Тратить энергию? Такой момент Обращу ваше внимание Когда мы говорили Говорим о факторах Сдерживающих Мой рост То факторы Можно разделить На две На две группы На какие Помогите Поймаете У вас Мои настроения Внешне и внутренние Точно Молодец Значит Есть внешние факторы И внутренние Внешние Что я имею ввиду Это факторы Которые на меня Влияют Извне И в основном Не находящиеся В зоне Моего контроля Например У кого-то Не тот ассортимент Вы можете его поменять? Будучи менеджером По продажам? Нет То есть Это внешний фактор Он Не управляемый Для вас Дальше Ситуация на рынке Вот потребительская Активность Упала Это внешний фактор Вы менеджер По продажам Но в конкретной точке Можете на это повлиять? Нет Это внешний фактор Если вы работаете В магазине К вам стало мало Заходить людей Это какой фактор? Внешний Вы можете на нее повлиять? Нет Вы менеджер В салоне Вы не директор По маркетингу Вашей компании Который может на это повлиять А вы менеджер В салоне Можете на это повлиять? Не можете Таким образом Есть перечень Внешних факторов Которые сдерживают Естественным образом И есть внутренние Вещи Которые На которые я повлиять могу Так вот Работая в тренинге И вообще Думая о том Могу ли я вырасти В чем-то или нет Моя задача научиться Фокусироваться на чем? На том, что я могу Только на этом Да Но большинство людей Если бы у нас было больше времени Об этом теме поговорить То это было бы более ясно Большинство людей Мыслят Какими категориями У меня не получается Потому что Потому что Очень много Внешних факторов Потому что Очень много Всякого неблагоприятного Что на меня влияет Я как бы нормальный Ну вот Возьми меня Такого красавца Поместив Другую атмосферу Я реально Бам Сразу бы выстрелил Похоже Ну вот из-за того Что директор не такой Коллектив не такой Продукт не такой Рынок не такой Город, в котором Мы этот рынок осваиваем Не такой Что еще не такой Погода не такой Все что угодно Семья не такая То есть вот Все не такой А я такой Я такой Не, я нормальный Я вообще красавец Вы не представляете Сколько вам не силы Но из-за того Что есть внешние факторы То понятно Как бы Я просто Хотелось бы больше денег Но ведь Столько и таких вокруг меня Вот люди Которые видят Свою проблему Своё ограничение Во внешней среде Но давайте Посмотрим на это С другой стороны А нафига Нужен менеджер по продаже Вообще Вот Вот в мире Зачем нужен менеджер по продаже Задумали Скажем Вот представьте себе Что рынок такой Кто-то придумал услугу Или товар Вот он реально Ну вот она взяла Родилась Реклама и услуга Или там Красивый дом А клиент такой Оооо Мне нужна реклама Ооо Вот Вот эта реклама Мне нужна Составляет Как он называется у вас Медиаплан И с медиапланом Приходит прям И говорит Смотрите мне Какая реклама нужна Вот такая А денег у меня Знаете сколько Вот столько Если попросите Дам чуть побольше Вот То есть Зачем Тогда Кто тогда не нужен Вот Не нужен кто Да вы не нужны Зачем вам платить деньги Ну зачем нужно платить деньги Менеджеру по продажам Если у вас Такой чудесный клиент Который Регирует на вашу чудесную услугу Роль менеджера по продажам Это как раз то Работать С внешними То есть Внешние факторы Это не ваше ограничение Это то за что он зарплату платит Вот если рынок Не такой Вот он Потребительская активность Упала Вот слава богу Потому что Только сейчас У тебя появляется основание Получать свою зарплату Если потребительская активность Нормальная Нафига нужен Менеджер по продажам Нужны кассиры Вот кассиры В большом гипоте Они всегда нужны Кассиры и заворачиватели Есть продавец Заворачиватель Ну или грузчик И кассир Вот два человека Которые нужны На нормальном рынке Но как только Рынок плохой Конкуренция выросла Клиента стало меньше денег Кто нужен теперь? Ты только сейчас и нужен Все остальное время Ты не занимался продажами И люди говорят У нас 80 Наеду У нас 80 лет Ну там 100 лет В продажах Я 15 лет продаю На самом деле По разбирательству После тренинга Никогда не продавала Ну вот Ни одного дня не продавала Все время была просто кассиру Ну стоял Улыбалась Че надо? Вот это? Нету Ладно ушел Че надо есть? Есть Пожалуйста Че надо нету? Все Второй подошел Уже Как бы Че не видите Я разговариваю с первым Никогда не продавала Ну как бы Таймер-то щелкнул Я стояла за прилавком Ну за прилавком У телефона сидела Не важно Алло Да Нам нужна реклама О, типа я продала Да ничто ты не продала А я думаю, что продала У тебя купили У тебя использовали У меня был проект С одной компанией Полгода их учил Раз в неделю Приезжал к ним В 8 часов утра Красавица Антон Придосил меня И говорит Алексей, помогите У нас покупают То есть у нас У нас нормально все Но мы не продаем То есть Вот моя проблема У нас-то покупают Но мы не продаем Хотелось бы продавать Хотелось бы, чтобы менеджеры Были не на отгрузке А на продаже А продажа Это борьба с внешним фактором Которые обычно Мы ставим себе Вот моя Вот из-за этого Убери эти факторы И я буду нормально зарабатывать Тогда тебе не надо будет зарабатывать Никто тебе деньги не будет платить Твоя роль Это вот это Это преодолеть Сопротивление рынка Сопротивление конкурентов То, что клиент стал более Разборчив Кому платить Кому не платить Вот твоя задача Вот в чем кайф Продавца И это первая главная мысль Которая Я хочу вам оставить Вторая мысль Многие из вас назвали Очень интересную вещь И вы обозвали ее как? Ленью 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 Вы говорите мне Лень А что такое лень? А что такое лень? Правильно Молодец Это отсутствие Не то чтобы активности Ну активности как результат А в основе лени что? Отсутствие энергии Лень Запишитесь Лень Это отсутствие энергии Отсутствие энергии Дело не в том что вам не нужны деньги Не может такого быть Ну вот Типа кто из вас достиг В финансовом своем состоянии Своему максимуму Вот вы реально то Чего хотели в жизни Получили Не может кто-то и достиг Но кто-то может быть Наконец-то взял себе машину в кредит И знает что он потихонечку выплатит Кто-то может быть еще что-то Наконец-то сделал Но это То есть кто? Никто Понимаете? Соответственно Лень идет в противоречие Моему общему вектору жизни Ну мне надо как-то что-то делать А что такое? А лень нет энергии И вопрос вот в чем Куда она делась? Куда она сливается? Почему? На самом деле лень Это даже Ну как Лень и не существует Существует Отсутствие энергии На ту или иную задачу Вопрос почему? Всегда цель Зажигает нас энергию А лень Противоречит Естественному ходу Моей психической активности Если я вижу цель Так устроена психика И эта цель Мне интересно То всегда выделяется энергия Ну всегда То есть если вы поняли Вот это мне надо Так она психика работает Как только Опредмечивается потребность Бам Рождается энергия А тут потребность А предмет Денег надо А лень Почему? Значит есть куда-то Слив энергии Она куда-то уходит Кто-то тормозит меня В тот момент Когда мне нужно Высыпать энергию А что тормозит? Что? Почему у вас Энергия заблокирована? Вот вопрос Вот тем особенно У кого лень Что блокирует вашу энергию? Что не пускает вас Добиваться Идти Преодолевать Противоречия внутренние Что еще? Моё что не получится Страх Что не получится Да Причина страха какая? Откуда взялся страх? Неуверенность Опыт был Нет Откуда взялась неуверенность в себе? Откуда взялся страх? Что-то когда-то не получилось Вот Я это жду Да Это негативный опыт Серия обломов Наносит психике Наши психике Определенную травму Они обобщаются Эти серии обломов И воспринимаются Как некая невозможность Внутри меня И это очень важно Моя задача По отношению к самому себе Постоянно работать Со своими Возникающими ограничениями Перебарывая Пережевывая Вот эти вот Обломы Которые копятся Чуть позже скажу Про позицию победителя Как раз вот На нее влияет Серия обломов Я хочу вот Что вы поняли Что лень Это не является Вашим естественным Показателем жизни Ну типа Просто у меня Такой ленивый Период жизни Нет Просто что-то С тобой случилось Ну как на машине Купили машину Она должна ехать Допустим Ну 150 Это бы ее Хорошая скорость А она больше 80 не едет А вы говорите Ну блин Просто такая машина Нет Ну реально Покупала Должна До 220 разгоняться 150 Должна ехать Скоро Ну просто такая машина Ну что А что у тебя с машиной Да что это машина такая Дело не в том Что машина такая Что-то случилось Конкретно Что-то внутри Случилось Обломалось И теперь она Не едет Цилиндр не работает Забился Какая-нибудь форсунка Бензин не тот Налили Но что-то не то Это не Это не ваш Естественный показатель А у не то Есть конкретные причины Что-то не так Что же не так На самом деле Главное Что не так Мы сегодня Говорим с вами Не просто о продажах Об активных продажах Это другие продажи Есть продажи Где есть эти Заворачиватели И кассиры Их можно назвать Продавцами Но мы говорим Об активных продажах Настоящие продажи Они другие Ну там люди другие Менталитет у людей другой Причем можно быть Активным продавцом Как Занимаясь поиском клиента Даже быть в салоне Если вы стоите в салоне И к вам приходят Вы тоже можете быть Пассивным И активным продавцом У вас есть Место для активности У всех Просто здесь Немножко технологии Другие Здесь немножко другие Ну здесь больше технологий Потому что Задача более широкая Но нужно быть Активным продавцом Итак у нас Активные продажи Активные продажи И напишите еще где-нибудь Эпиграф такой Продажи путь охотника У меня метафора одна родилась Вот именно вот эта метафора Что Проблема А вспомнил Чтобы рассказать Я тоже скажу Проблема многих продавцов Мы занимаясь продажами Не любим продавать То есть мы не любим этот процесс Нам кажется Он слишком сложный И поэтому А он действительно сложный Что интересно Что продажник Это очень крутой человек Вот очень нужно понять Вот слово продавец Это звучит гордо Смотрите Мультик такой был Про Фунтика Который И там был артист То есть артист Это звучит гордо Вот продажник Это звучит гордо Потому что Хороший продажник Он обладает Ну реально Большим количеством Самых эффективных Коммуникативных навыков Он умеет Воздействовать на людей Приводя их К результату Который задумал он сам Не всегда Ну как бы он ищет Тех кто готов Но тем не менее То есть продажник Это очень крутой человек От продажника До бизнесмена Совсем недолго Но Это сложно И вот Многие как бы продают Ну сам Менеджер по продажам Ну а в прям Мечтаю о чем Чтобы не продавать Ну понимаете Да что было бы круто Вот ну я конечно Ну как бы Так вот Почему В чем проблема Необходимо испытывать Кайф от работы Вот Кто-то из вас мечтал Хотелось на работе Чтобы было хорошо Да у кого-то есть цель Реально необходимо И это должно приносить вам удовольствие Когда вы об этом думаете Вы должны понимать Вау Начинается новый день Я ну реально Сегодня буду продавать Вот сейчас у меня Никого нет Нет клиента Вот нет Я в нуле Класс Ну аааа То есть кто-то Какие-то конкуренты Захватили моего клиента Аааа Класс Ну есть Почему Значит Где взять энергию Для продаж У меня есть такая В одном из тренингов Я даю Философию Самомотивации Есть два крыла Самомотивации Вот одна Энергия приходит С одной стороны Когда у нас есть четкие цели А с другой стороны Энергия приходит Тогда когда я кайфую От своей деятельности Вот от интереса к процессу Приходит энергия Но где взять энергию Как полюбить сложную работу Одна из идей Ее нужно сассоциировать С другой работой Или с другой деятельностью Которая приносит вам по жизни Удовольствие Вне зависимости Ни от чего Просто кто-то из вас любит Например играть в футбол И вот Ну тот азарт футбола Его можно мысленно склеить На ощущениях Со сложной работой И как бы играть в футбол Во время продаж Ну футбол там Боевое искусство Бегать Все что угодно Так вот У продажи Есть очень классная Вот Параллельная деятельность Которой мы хоть и не занимаемся Но каждый раз Чуть-чуть с ней столкнувшись Получаем кучу ноги Это охотники Вот охота Хотя бы Мужчины охотники Но даже женщины Охота Вот охотник Хороший охотник Который идет Ищет Набивается Ну каждый раз Выходит снова на тропу Вот охотник Там куча энергии в охоте Это такая Архаичная наша деятельность Вот еще она В зрелости Одна из ведущих Вот охотники Продажники Должны быть охотниками И это кайф Мы не рыболовы Многие у нас рыболовы Тоже неплохо Ну есть рыболовы Которые сядут Но даже рыболов должен Охотник за рыбой Ну имеется в виду Что охотник он ищет А рыболов сидит Ну вот рыболовы Это в салоне Ищет где сесть Что с собой взять Чтобы оно приумовало Вы видимо Рыболов Я не вупрекаю Сколько лет А вот это охотник за рыбу Вот То есть это Это рыболовы Это люди в салонах Это люди в салонах Не рыболовы Это люди в салонах И люди на входящих звонках Это рыболовы Они сидят ждут рыбу Ну ее тоже надо правильно Просекать и вытаскивать А охотники Это люди Рыскающие по рынку Продажа Это путь охотника И нужно вот это понять Что Я должен охотиться Каждый раз Дичь будет сопротивляться Каждый раз она убегает Что-то там перехватывает Я должен охотиться И в этом получать удовольствие Вот сможете Выработать себе Слюна потекла Все Не будет равных Даже не важно Навыки Важно Но это Главная штука Которую нужно в себе Выработать Навыки придут Вот я вспомнил О чем хотел сказать По поводу Внутренних травм У меня был запрос Он просто Он про всех Он про весь рынок Вот этот запрос Агентство недвижимости В Москве Они говорят Слушай, Алексей Мы хотим тренинг Будут профессионалы По 10 лет работают Их не нужно учить продавать недвижимость А я не релтор Но у меня там Как бы всем Крупные агентства Это мои клиенты Самые Они говорят В чем проблема Проблема в том Что было время Когда рынок был Очень-очень теплый Прям горячий И люди покупали Недвижимость И все И они вот Эти профессионалы Выросли на этом рынке Когда продавать не надо было Нужно было просто Быть в нужном месте В нужное время И все И вдруг рынок Восьмой Девятый Десятый год Пошел резко вниз Резкий спад И что произошло Выращенные На теплом рынке На горячем Они реально Обломались На холодном рынке Они настолько Обломались Что И тренинг Уже было Восстановление Начинается Рынок оживает Но обломавшиеся люди Все Они не могут работать Вот они Были хорошие Хорошие Обломались И на работе Снова рынок оживает Иди ищи Чуть-чуть другие правила Надо быть больше активным И вот Вот в чем наша проблема Новичкам проще Сейчас Чем старичкам Пришел новичок Кому проще Я сколько раз Замечал в тренинге Приходишь проводить тренинг Сидят старички И новичок Здравствуйте Я только пришел в компанию Сегодня первый раз Сразу попал на тренинг Через пару месяцев Вызвонок В какой-то причине Я лучшим стала В компании Спасибо за тренинг То есть Чем Часто Чем меньше Вот этого опыта Тем лучше Вот того Неправильного опыта Потому что мы все говорим Ну я находит опыт Или говоришь Надо тренироваться Продаваться Продавать надо учиться Как люди говорят Я постоянно Практикуюсь И постоянно Учусь Что это значит Это значит Я постоянно Прокручиваю Одни и те же Неэффективные шаблоны Закрепляю их Получаю один и тот же Неэффективный результат Но в голове Все типа Учусь Учусь И только когда Новичок приходит И тебя обставляет Ну можно понять Понимаешь в чем дело Что принципы Там теплого рынка Они друг не работают Сейчас новички Выиграют Победят Это нормально И отсюда Очень важный принцип Как это Нужно смириться Вот Надо тренироваться Дело не в том Что я приехал К вам тренинг проводить И я тут Полтора дня всего Как бы Проездом Можно было Месяц тренироваться Важен принцип Отношения к себе Вот давайте так Сейчас я протестирую Еще один тест Сделаю Поставьте себе оценку От 1 до 10 Оценку уровня Вашего профессионализма Как продажника Вот от 1 до 10 Поставьте Вот Ваш субъективный максимум 10 Ну Единица или ноль Это вот прям Ну какой Никакой Вот Ваш уровень личный От 1 до 10 О чем Это не скромность Это говорит о том Что Те кто поставили Ну кто-то Наверное из вас нет Наверное Многие из вас Намного более Психологически прокачены Чем я думаю Но Семерка Или там Ну 7-8 Это десятка Но только чтобы Не очень громко Понятно да То есть кто меня Ну Про кого я правду Сказал Кто вот Пример Не ну тоже Тут еще имеется Еще может Ну в общем Это вектор такой А в чем здесь проблема Я вот именно про этих Те кто 3 5 6 Нормально Здесь вот Как бы Пока на уровне Психологической Психологического Восприятия Нормальной ситуации А вот если выше То что происходит Если я Воспринимаю себя Профессионалом На 9-10 Никто из вас Не написал Но как будто То это что значит Вообще По жизни Я профессионал В продаже На 9-10 Я в максимуме Своем Только цифру Да Понимаете Если я на сегодня Владею своей профессией На 9-10 То я профессионально Нахожусь В максимуме То есть Больше я Не вырасту Я в максимуме Просто Я нереально Крут Но если быть Внешний фактор Еще убрать Вообще Да Я возвращаюсь В таблице Я нереально Крут Просто Ну я сижу Конечно На тренинге Тоже Ну понятно Ну то есть Кто-то придумал Какую-то Билиберду Ну там Что-то Ну не Ну а что бы Нет В принципе Это да Ну работать пора Как тут Я начал тренинг В Москве На прошлой неделе Первый день И таки сидим И в начале 5 минут Это я жду пока Все И такой Пальчик Не ну что мы сидим Работать надо Ну как бы Конечно надо работать Но только ты пойдешь Что работать Таким же Каким и был И не обязательно Плохим Но таким же Каким и был То есть Не выросшим Вот в своем Субъективном максимуме И тогда что ты ловишь О чем ты мечтаешь Мечтаю Чтобы рынок изменился У меня Не изменится Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok